Всем привет! На канале Паяльник ТВ есть раздел обзоры не по электронике, который пополняется очень редко. Сегодня я решил заполнить этот пробел, сделав небольшой обзор прибора, который может быть полезен в быту таймера. Не просто таймера, а программируемого таймера с часами реального времени и функцией random. Пришел он в такой незрачной коробочке, внутри таймер и инструкция на английском языке. На сайте Паяльник есть немало схем бытовых и кухонных таймеров, но не у каждого есть возможность собрать, ну и тем более для реализации подобного функционала практически не обойтись без микроконтроллера. Скажу даже больше, учитывая стоимость данного прибора в 12 долларов вполне может оказаться так, что собрать самому получится даже дороже. Кстати, при покупке следует обратить внимание на стандарт вилки, так как им бывает несколько видов и следует брать евро. Обозначается он ЕУ. Итак, заглянем в инструкцию. Производитель заявляет о максимальной нагрузке, которую можно сюда подключить в 16 ампер, что примерно соответствует 3,7 киловатт мощности. Для бытовых нужд, я думаю, это более чем достаточно. Внутри находится релюшка, но разберем мы чуть позже, а сейчас давайте рассмотрим, как им пользоваться и разберем функционал таймера. Итак, для начала нам необходимо сбросить, чтобы начать, так сказать, с чистого листа. Для этого чем-нибудь остреньким нажимаем розет. Все, таймер у нас в исходное состояние стал. Далее нам следует выставить текущее время. Сейчас у нас 3 часа, сегодня у нас среда. Дата тут не выставляется и год они не нужны. Чтобы выставить время, мы должны зажать клавишу клок и какую-нибудь из клавиш, скажем, минуты, так как сейчас 3 часа. Ставим 15 часов и день недели, среда у нас. Здесь у нас мы видим 12 или 24-часовый формат мы можем выставлять. Здесь одновременно вот эти две клавиши зажимаем, клок и таймер. И летнее или зимнее время. Следующим этапом мы можем выставить сами таймеры. Для этого зажимаем клавишу таймер и вот мы видим второй, третий таймер, четвертый таймер. Всего 10 таймеров. ОН – это время включения, ОФ – время выключения. Вставляется также очень просто. К примеру, в 15-10 у нас устройство включится, в 5 утра оно выключится. Это будет в понедельник. Тут очень много комбинаций дней недели. То есть можно конкретно выбрать день недели, а можно выбрать какие-то определенные комбинации. Сейчас все дни недели и различные чередования. То есть выходные, будние дни, через день, начало недели, конец недели. То есть вот таким образом. Всего 16 различных комбинаций. Для сброса таймера предназначена кнопочка Res Recall. И еще одна полезная функция, Random. Случайным образом включает и выключает устройство. Работает она с 6 утра до 6 вечера. Интервал примерно час-два. То есть час-два выключено, через один или два часа включается устройство. В общем, вот такой вот простенький функционал. Давайте теперь разберем и посмотрим, что там находится внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот мы разобрали таймер. Здесь мы, как видим, плата управления, микросхема, залитая компаундом, светодиод, показывающая состояние нагрузки, включена или выключена, и кнопочка сброса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С обратной стороны, как мы видим, находится стандартный часовой кварц на 32768 кГц. И также мы видим плата силовой части, на которой находится релюшка, кондёр и схема питания, диодный мост и другая обвязка. А также вот он, элемент питания, 1,2 вольта, батарейка. Давайте теперь проверим, как он работает. Для этого я подключил такой вот прожектор светодиодный. Ну, во-первых, тут есть кнопочка on, auto, off, что обозначает ручное или автоматическая коммутация нагрузки. То есть, сейчас у нас off выключено, сейчас у нас авто будет работать по таймеру и можем принудительно включить нагрузку. Вот она у нас включилась. Голубенький индикатор загорелся. Вот мы выключаем. Ставим режим авто и давайте попробуем теперь включить при помощи таймера. Давайте поставим таймер в 15.35. У нас включится нагрузка на 2 минуты. То есть, в 15.35 она включится. В 15.37 она выключится. Так, в 15.35 включилась. Теперь off задаем. В 15.37. Здесь проверяем, чтобы среда, ну и ставим все дни недели. Все, возвращаемся в меню. Клок, часы. И ждем. Ну, видим, что все работает. Прибор достаточно прост в эксплуатации. На этом обзор завершен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Паяльник ТВ. Всем пока.